Привет! С вами Евгения Фандеркина. Мы начинаем третий сезон программы «Айти не обойти». Технологии не стоят на месте. Мы тоже. В этом году вас ждут новые сюжеты о самых интересных событиях. Измирайте и в Чувашии, и не только. Поехали! В этом выпуске узнаем, так ли эффективно работают многофункциональные центры. Может ли компьютер заменить учителя. Познакомимся с самыми актуальными вызовами и проблемами современного школьного образования. Поностальгируем по прошлому. Вспомним Дельтуэс и как она работает. В последние годы многие услуги мы можем получить, не выходя из дома. Благодаря порталу госуслуг, так называемому электронному правительству. Есть и другой способ – прийти в многофункциональный центр. Там вас и на госуслугах зарегистрируют, и загранпаспорт с правами дадут. Вообще, Чувашия по итогам первого квартала этого года вошла в число регионов, где сеть МФЦ работает наиболее эффективно. Проверим, так это или нет. Система многофункциональных центров МФЦ в Маргаушах также работает по этому профилю, причем успешно. Практически все услуги сейчас востребованы. Ну, во-первых, это, конечно, федеральные услуги, регистрация права на недвижимость, кадастровый учет, услуги МВД, очень активно идут, пенсионного фонда. Начинали мы с предоставления 30 муниципальных услуг, а сегодня мы предоставляем 152 государственные и муниципальные услуги. Это 19 федеральных услуг, 17 услуг внебюджетных фондов, 70 республиканских услуг, 40 муниципальных услуг и 6 услуг корпораций по развитию среднего и малого предпринимательства. МФЦ стабильно увеличивает перечень предоставляемых услуг. За 5 месяцев здесь было принято 7 тысяч обращений по 152 услугам. Это один из самых первых многофункциональных центров республики. С каждым годом все больше жителей района обращаются именно сюда. Сегодня население уже привыкло, то есть по кабинетам никто не ходит и так далее. Мы уже достаточно все уже, так сказать, задействовано. Такой большой очереди нет, но нагрузка она существенная. Однако возможность приехать в районный центр есть не у всех, но это не помешает получить услугу. В сельских поселениях на базе модельных библиотек тоже самое принимают специалисты заявления. В основном это касается, конечно же, муниципальных услуг, услуг сельского поселения. Там же выдают обратные документы, которые по заявлению. Я думаю, что дальше будем развиваться. В Чувашии 94% населения могут получить государственные и муниципальные услуги в одном окне. Например, в Чебоксарах работают два крупных многофункциональных центра. Кроме них есть еще несколько офисов. Их работы оценивают в первую очередь жители города. Мне нравится график работы с 8 до 8. Если идти в ведомство, там график работы такой скользящий. МС, например, там все длинные рабочие или первая, вторая смена. А здесь удобность. Это с 8 до 8. Мне очень устраивает. Обслуживают очень быстро, документы принимаются. И через несколько дней приходишь и просто забираешь готовые документы. Многофункциональные центры позволяют избежать походов по различным ведомствам. Позже работать будут по модели жизненной ситуации, когда все необходимые госуслуги можно будет оформить одним заявлением. А уже сейчас в правительстве принято решение развивать экстерриториальный принцип работы центров. Сегодня, конечно, это начальные стадии. Не все 100% услуг мы сразу можем по принципу экстерриториальности реализовывать. Но, скажем так, часть услуг уже не первый год реализуется в границах Чувашской республики. Житель города Ядрина может смело приходить вот сюда по адресу Игерский бульвар и оформлять все услуги по Чувашской республике. Не надо ждать в очередях. То есть специалистов МФЦ должно быть достаточно. Окон должно быть немало, много. Удобное расположение офисов МФЦ по городу и по республике. В современном мире человеку нужно знать все больше и больше. И если взрослый учится самостоятельно, то ребенку, который еще не закончил школу, приходится сложнее. Тут на помощь приходят учителя или компьютеры. В Чувашском педуниверситете обсудили информатизацию образования. Стоит ли менять педагога на робота и на сколько шагов учитель должен опережать ученика в навыках владения новой техникой? Ответы в сюжете. Информационные технологии применяются во всех сферах жизни современного человека. Не обходятся без них и образовательные процессы. Интерактивные доски, ноутбуки на партах. Как ли это необходимо сейчас и какова роль учителя? Чувашский педуниверситет собрал на своей площадке педагогов и школы республики и экспертов, чтобы обсудить проблемы информатизации образования. Вообще конференция проходит уже не в первый раз. В этот раз она стала международной. Основные проблемы это, конечно, информатизация образования, поскольку у нас, Чуваши, мы все знаем, регион не имеет ни алмазов, ни нефти. И основной наш ресурс это человеческий ресурс, это наш интеллектуальный потенциал, который мы, собственно, и стараемся развивать на основе использования современных технологий, прежде всего информационных технологий. И вот этим проблемам будет посвящена конференция. Достаточно много, 30 человек приехало из разных регионов, больше всего из Москвы, Московской области, приехали из Перми, приехали из Нижней Тагил, приехали, ну и из Чувашской республики тоже мы пригласили учителей. Участники конференции каждый год делятся своими наработками. Школам Чувашии тоже есть что показать. Мы, наверное, в числе первых тоже начинали применять информационные технологии по робототехнике. Мы являемся пилотной школой для школ с применением этих технологий робототехники. Нас ведет кружок робототехники. Наши ученики занимаются и занимают места на различных соревнованиях регионального уровня Всероссийской робототехнической олимпиады. Очень отрадно, что потом ребята выбирают направление именно по информатизации и поступают в ведущие вузы Москвы и работают по компьютерной безопасности. Создают различные программы и для Сбербанка, и для Яндекса фирмы. Поэтому для меня, как для учителя, важно смотреть передовой опыт в других странах. Я все время сравниваю, не сравниваю, я слежу за технологиями, какие там внедряются и на каком уровне мы находимся. И детям, когда профориентационную работу предлагаешь, идут профориентационные уроки в 10-11 классах, я предлагаю им посмотреть, как применяется широко компьютеризация, информатизация, и как можно нам, уже начиная со школы, делать какие-то различные проекты. Представили на конференции зарубежный опыт. Профессор Сергей Чернышенко из университета Коблинс-Ландау в Западной Германии рассказал о том, как меняется образование в высшей школе. Оказалось, что в университете все зависит от преподавателя и его желания двигаться вперед. Ну, естественно, технология внедряются, но тут тоже надо понимать, что образование в большинстве, скажем так, западноевропейских стран, оно не так централизовано, как у нас. То есть, министерство немецкое, допустим, ну, если говорить о федеральном министерстве, которое находится в Берлине, то оно к университетам вообще никакого отношения, по сути, не имеет, только, может быть, какие-то общие подходы. Университет подчиняется земельному министерству, ну, в котором там, ну, может быть, около пяти, максимум десять сотрудников, которые, опять же, занимаются технической поддержкой, а не командуют. И университеты решают все, в общем-то, сами. И более того, уже в рамках университетов людьми, которые, по сути, это все решают, это являются профессора. И каждый отдельно взятый профессор это отдельно такая, словно говоря, боевая единица. Поэтому каких-то таких вот жестких программ по внедрению того, внедрению всего, каких-то централизованных закупок, ну, в общем-то, там нет. Поэтому здесь ситуация в различных областях и в различных, на различных факультетах у различных профессоров может быть довольно разная. Это, в общем, во многом выбор профессора. Но, конечно, это люди передовые и грамотные, и, конечно, они постепенно все более используют те же, скажем, информационные технологии. Новые подходы в образовании это не только обучение очное с помощью новых гаджетов, но и возможность получать новые знания дистанционно. Процесс информатизации образования в Чувашии начался давно. Первыми новую технику получили на селе. Там появились ресурсные центры. Потому что, когда шла первая волна информатизации, вначале оснастила или компьютерами деревенские, там центры ресурсные были, деревенские школы, а городские школы как бы уже потом, лет через пять. Но уровень одинаковый, практически одинаковый. Нет такого принципиального отличия в оснащении компьютерной техникой город-село. Есть отличия в преподавательских кадрах. На селе, конечно, сложнее как бы удержаться преподавателем. Их знание позволяет им больше зарабатывать в других областях. Это очень серьезная проблема. И эту проблему можно решить только при помощи государственных инструментов. Ведь, несмотря на то, что сейчас школьники знают намного больше о гаджетах, чем мы с вами, однако у них нет одного важного качества критического мышления, умения выбирать информацию. И роль учителя в этой связи только возрастает. И для нас очень важно, чтобы дети, которые опережая даже осваивают технические средства, могли успешно их применять в процессе обучения. Здесь, мне кажется, самое ключевое, первое, самое главное, в процессе освоения профессии не забывать, что учителя никогда ничто, никакая техника не заменит. Потому что Геннадий Канч-Фолков, академик наш Чувашский, в свое время очень тонко подметил, тем больше будет технических средств в системе обучения будущего поколения, тем больше будет возрастать значимость учителя. Поэтому здесь нам важно сохранить роль учителя и возрастать должна роль учителя, потому что технические средства будут все больше и больше приходить в школу. И научить ребенка получать эту информацию, понимать эту информацию и делать выводы, вот это ключевая задача, чему мы должны научить будущего учителя. Его монитором был телевизор, а данные писались на магнитную кассету. Звучит необычно, верно? Но именно таким был один из первых компьютеров в России и собирали его у нас, в Чебоксарах. Наверное, теперь зрители от 30 и старше поняли, о чем я. Не буду томить остальных. Ответы на все вопросы в следующем сюжете. В 90-е годы он стал прорывом на рынке потребительской техники Новой России. Для многих он был первым компьютером, который можно было купить в нашей стране за сравнительно небольшую плату. Речь идет о DELTS. Кроме того, что он познакомил многих школьников того времени с компьютером в принципе, он послужил узнаваемости нашего региона, так как выпускали его в Чебоксарах. Посмотрим на DELTS внимательнее. Технические характеристики. Процессор KR1858VM1 Серийный Z80 совместимый процессор, производившийся в Советском Союзе на тактовой частоте 3,5 МГц. Память Оперативная память 48 КБ 128 для DELTS 128 Постоянное запоминающее устройство 16 КБ Оперативная память раздельная. Звук IY8910 Графика Стандартный видеорежим ZS Spectrum Встроенный динамик Системный разъем Первое, что бросается в глаза у DELTS нет своего монитора и это существенно снижало цену. Вместо него можно было использовать телевизор, благо они были у всех. Программы игры здесь загружаются с кассет. У более поздних моделей есть возможность подключить внешний дисковод. Да, компьютер он тогда был разработан таким образом, что, видите, это все умещалось на одной плате. Есть клавиатура, она съемная, легко снимается. И на этой плате есть и процессоры, память, оперативная, постоянная память и, естественно, та логика, которая обеспечивала принцип работы. К ней подключался или магнитофон для загрузки программ и выгрузки. Два джойстика могли одновременно быть подключены и подключение к монитору, а также к телевизору на антенный вход. Есть дополнительный разъем. Есть, с одной стороны, это могло подключаться, могли подключаться дополнительно периферийное оборудование, как контроллер дисковода, минчестера, модемы, а с другой стороны подключался у нас принтер для того, чтобы можно было документацию эту распечатывать. Здесь было 48 килобайт, 128, но делались и больше, 256 килобайт и так далее. И когда люди говорят, ну, какая маленькая память, там, сейчас гига, терабайты, да, то я скажу, то есть если писать программу, там, фотошоп и прочее, нужно памяти больше. А вот когда вы пишете программу в ассемблере на языке более низкого уровня и 48 килобайт, если человек хочет написать программу 48 килобайт, это уйдет не один месяц. В 90-х годах этот компьютер был популярен не меньше, чем сегодня айфон. Однако не в пример айфону развивал навыки программирования. В Чебоксаре был очень большой процент молодежи, которые увлекались компьютерной техникой и не только рисовали, там, и играли в игрушки, а делали сами свои программы, интересные программы. Школы этим занимались, в школах эти компьютеры стояли. До сих пор есть любители, которые занимаются и разрабатывают программы, чтобы на пентиумах вот эти игры старые, можно было в них играть и так далее. Собирали его на Иларе. Тогда не только школьники и студенты, но и взрослые были увлечены дельтой. Играли на нем в свободное от работы время, собирали компьютер дома. Мы проверяли компьютеры на наличие отказов, чтобы не было ошибок, чтобы изображение было качественное. Компьютеров выпускали много, объемы были большие. Помню, работы очень много было. Ну, в общей сложности, примерно, я же сказал, наверное, по пять в день, примерно, на каждого приходилось. Это большой объем. Очень большой объем был, да. Были склады завалены, помню. Очень пользовались спросом. Тогда это было очень такое диковинку. Народ очень интересовался. Мы сами тоже, помню, очень заразились прямо в таком хорошем смысле этого слова. А вы пользовали сами эти компьютеры? Да, обязательно. Сначала было же это первый наш компьютер. У нас такого-то не было. Дети обязательно. Там за уши не оторвешь. Было повальное увлечение. Не только дети, но и сами мы играли, помню. Вообще, компьютер Дельте склон английского Z-Спектру. Выпускали его по всей нашей стране. В Чебоксарах, Курске, Зеленограде. Потом, естественно, этот компьютер, он получил такое хорошее развитие. И через определенное время он пришел, естественно, и в Россию. В Советский Союз тогда. И это уже в Россию. И в Чувашии, вот я считаю, что это было такое создано предприятие. Называется оно Сеспль. Оно до сих пор существует. Очень интересно, хорошо развивается предприятие. И его директор, Большаев Владимир Александрович, то есть, возродился такой, загорелся идею производить эти компьютеры. Они начали это производство. Вначале в небольших помещениях, чуть ли не в полуподвальных помещениях. Потом это начало немножко разрастаться. На то время, когда я пришел, компьютер был немножко другой, такой со стеклянной клавиатуры. И перед нами стояла задача перевести ее на новую элементную базу. То есть, она получила очень хорошее развитие. Очень много книжек выпускалось в то время. Даже скажу так, что в 90-е годы, когда все книжки возились с Москвы, централизованной по всей России, и в Москве как-то мне сказали, что что у вас за город Чебоксар? Большое количество литературы по спектру совместимых компьютеров уходило в Чебоксар. Хотя эти компьютеры с Чебоксар, они разлетались во все уголки нашей великой Родины. Плюс ко всему, к нам приходили письма как с таких стран, даже как с Мадагаскара, с Чехии. И хоть сейчас Дельта не лежит на прилавках магазинов, все равно остаются те, кто ее помнит и хотят дать компьютеру вторую жизнь. Что, наверное, в нашем городе очень многие люди, причастные к компьютерам, вообще там программисты, те, кто люди занимаются, может быть, компьютерной графикой и музыкой, они как раз начинали с компьютера Дельта-Эс, пытались что-то делать, экспериментировали. Ну, плюс в Чебоксарах возникла очень большая группа, группа людей, которая творила на этом компьютере. У меня компьютер появился еще, когда я учился в младших классах в школе, это где-то, по-моему, шестой или седьмой класс, я уже не помню. Вот. И с этого момента, в общем-то, я полюбил компьютер, я начал ковыряться в нем, я начал пытаться программировать, опять же, писать музыку, рисовать. Ну, и вот отсюда, наверное, я и вырос тем, точнее, в того человека, чем я сейчас, в принципе, и занимаюсь. Это мне очень помогло. Ну, и плюс, это была такая очень хорошая тусовка, в которой я тоже состоял. Ну, и какая-то, знаете, гордость за нашу республику, потому что компьютер производился в Чебоксарах, вот. И я вспоминаю, как приезжая в Москву, там, на Новом Арбате, сейчас я не помню, как этот универмаг назывался, напротив книжного магазина, был стенд чебоксарской ДЛТС, где можно было его купить, купить к нему там какие-то программы, игры. В общем, в те времена, когда мне было там совсем немного лет, я гордился. На сегодняшний день цена на экземпляры ДЛТС может достигать 100 тысяч рублей. На ней пишут музыку, игры. Может быть, этот сюжет станет поводом заглянуть в кладовку и достать оттуда свою ДЛТС. Ну, а мы прощаемся. Увидимся в следующем выпуске, где снова расскажем о самых новейших новых технологиях. Смотрите «Айти не обойти» на национальном телевидении «Чувашия» и на нашем канале в YouTube. С вами была Евгения Фандеркина. Удачи! «Айти не обойти» 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 Продолжение следует...